Привет дорогие друзья! Достаточно сложное видео, многослойное, скажем так. Смотрите, я задал вопрос, увидел у одного российского военкора, он задает вопрос, типа присылайте на почту все те, которые ушли из Херсона, люди, как вы там уходили, эвакуировались или как вы там остались, как вы там сейчас живете. Я прочел у него одно письмо, очень антиукраинский блогер, то есть заподозрить его в том, что он там иногда критически настроен и к российской власти. Я прочел это письмо, знаете, и у себя объявил, думаю, да, я хочу тоже почитать. Пришло сотни писем, сотни писем, я думаю, что там уже тысяча писем. Я рандомно выбираю и смотрю, там не только с Херсона пришло, пришло с Мариуполя отовсюду. Некоторые выехали люди в Российскую Федерацию, некоторые люди выехали на Запад, ну, имею в виду в Европу, знаете, что объединяет всех, и тех, и тех, пишут по-разному, у одних полный капец, не получается с документами, столкнулись с бюрократией и так далее, да. У других они пишут, все хорошо, перечисляют, что хорошо, я понимаю, что это совсем нехорошо, что в России, что в Европе, потому что они лишены своего дома, потому что, ну, их жизнь разрушена, вообще полностью разрушена. В связи с этим у меня пару риторических вопросов. Смотрите, мне люди пишут, ну, многие, я смотрю, пишут, что, а чего ты так переживаешь за решение Российской Федерации? Я бы не переживал ни в коем случае, если бы это не отображалось на жизнях обычных украинцев. Когда я считаю радость от прилетов по инфраструктуре, и пускай мы даже будем считать, что это очень точные прилеты, очень точные, когда ПВО не сбивает, они прилетают туда, куда надо, да, типа там. После этого нет света у людей, нет света, нет воды, нет электричества, нет ни хрена, нет тепла. И вот я читаю о том, что это круто, смотрите, мы сейчас скоро дожмем. Дожмем кого? Зеленского или Ермака? Может, Арестович? Арестович вон гигигает, ему все равно. Ермак в том же ключе, и у Зеленского все нормально. Очень важно понимать, что чем больше жопа в Украине, тем больше кредитов, тем больше помощи, уже даже не кредитов, а помощи будет получаться, тем больше выливаний, тем больше откатов. Эти ребята не планируют свою жизнь в Украине на 50 лет вперед. Им надо здесь и сейчас, тем больше денег, тем больше сочувствия. А, к сожалению, так как не делят страну и власть, то больше сочувствия к властям. И поэтому, опять-таки, больше денег. Это надо понимать. В этой всей парадигме Российская Федерация считает, что необходимо правильно еще и работать с украинским населением. Причем со всеми, теми, кто остался в Украине, и теми, кто уехал, теми, кто находится в таких жутких условиях, и теми, кто свалил и просто полностью их жизнь разбита. Что они делают? Привлекают украинцев. Надо привлечь украинцев. Вот мы видим сайт на Справде, к примеру. Тут Подоляка и некто Ануфриенко. Украинец Ануфриенко, я насчитал у него несколько десятков оскорблений украинцев на его телеграм-канале. Хохлы, 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 хохлы. Сам он себя, конечно, хохлом не считает. Равно как и украинцам, он считает себя великоросом. Вот даже футболка в подтверждение великорос. И вот эти люди привлекаются, он сидит в Российской Федерации, эти люди привлекаются для того, чтобы они работали с украинской аудиторией. Ну иначе смысла нет. То есть кто-то сидит где-то высоко в Кремле и думает, надо привлекать людей для работы с украинским населением. Читаем у него же, да? Герань, выпрыгали свое счастье, теперь нюхайте. Мне интересно, кто выпрыгал свое счастье. Вот интересно, сторонники нашей политсилы выпрыгали свое счастье. Может быть дети годовалые, которые сейчас, я вообще не знаю, как сейчас себя чувствуют родители с детьми, когда нет света, воды, потому что насосы не работают ни хрена, нету тепла. Я не представляю этого вообще. Когда они живут на 16 этаже, а лифт не рабочий, к примеру, выпрыгали свое счастье. 24 февраля. Из Киева сообщают, что неизвестные начали штурм Верховной Рады. То есть с самого начала спецоперации, как называют ее в Российской Федерации, привлекались люди, которые призывали, буквально призывали бомбить украинские города. Я всем своим сердцем ненавижу украинскую власть. Если бы я хоть раз призвал бомбить украинские города, мне стоимость была бы полкопейки. Полкопейки. И когда иногда русские пишут, Рим предателям не платят. Платят. Платят да еще и как. Но теперь у мудрецов, я их иногда называю старыми тупыми пердунами, у них родилась новая мысль по работе с украинским населением, которые там уехали. Люди, которые живут в Европе, это миллионы и миллионы людей, они лишены на самом деле доступа к информации. Я постараюсь регулярно делать именно для людей, которые выживают на контролируемой хунтой территории и за пределами где-нибудь в Европе или в Штатах наших людей, которые душа болит, которые не знают, что происходит. Не знают люди, что происходит. И поэтому им решили делать дайджест. Как будто бы сейчас вот в Европе, сидящие украинцы, сейчас будут смотреть вот этого вот великороса. Смотреть и такие, это все делается не бесплатно. Ну, очевидно, это делается не бесплатно. Выделяются серьезные бюджеты. Там большой интерес происходит. Потому что, по всей видимости, вот на это дерьмо собачье выделяется, может быть, 100 тысяч долларов. А доходит он до него, ну, какие-то там 5 тысяч. Он и рад. Остальное все отклеилось. Поняли? Ну, давайте послушаем. Вы в Европе сидите. У вас жизнь разбита полностью. Или вы сидите в Киеве. Сидите в морозяке и не знаете, что дальше делать. Ну, вкратце. Во-первых, никакие бои на территории Российской Федерации не идут. То есть, Крым еще не захвачен. Под Белгородом войска-хунты не стоят. Линия фронта проходит по границе. Ну, здесь сразу же очертили, что Херсон не является территорией Российской Федерации. Но это будет, равно как и Харьковская область там. Это будет очень интересно услышать тем, кто поверил пару месяцев назад, когда кричали там в Москве, да ешь же там. Четко все уже. Это бои на территории Российской Федерации не идут. Но при этом люди, которые живут на этой территории, должны понимать, так как поражается энергетическая инфраструктура, вопрос, когда упадет вся электроэнергия, вопрос исключительно времени. Соломинка, которая сломала горб верблю, то может упасть в любое время. То есть, если сейчас в 4-5 раз упала цена на недвижимость в Киеве, потому что там регулярно нет света. В 4-5 раз упала цена на недвижимость в Киеве. Это он работает с украинским населением сейчас. Это он рассказывает киевлянам об упавшей стоимости недвижимости в 4-5 раз. Если этому человеку сейчас дать 20 тысяч долларов, он без проблем купит в Киеве квартиру, которая стоила 100 тысяч долларов. То есть, понять абсурдность этих заявлений может даже ребенок. Тем не менее, мудрецы, которые вот это продвигают, они думают, о, все правильно. Это те же мудрецы, которые считали, что когда зайдут войска, то все упадут ниц. И местные власти побегут уже с российскими флагами. Те же самые советники. Те же. Надо прекращать вот это вот сидение на попе ровно, в надежде на какое-то непонятное светлое будущее, собирать манатки и уходить. Потому что впереди зима, когда нет света, то может не быть и скорее всего не будет, в том числе и воды, и тепла, неработающая канализация. Что такое жизнь в многоэтажке? Прикотом, что всего этого нет, это катастрофа. Это уже вопрос выживания, причем такой достаточно сомнительный. Итак, людям советуются валить. Ну, валите. Бегите. Куда? Люди всю свою жизнь создавали на одном месте. Они никому домой не приходили. Они аполитичны. Или напротив. Они выступали всегда против упоротых. Сейчас не выступают. Вот таким вот. Можно однозначно сделать только одно. Настроить даже тех, у кого минимально сохранялась какая-то нейтральная позиция, или там пророссийская, настроить против. Все, давайте, валите. Куда валить? Куда валить? Люди бы, может, и свалили. Сейчас уже Германия. Это же Германия больше всего принимает. Германия же самая-самая богатая. Уже Германия крайник прикрутила. Уже во многих странах не выплачивают ничего. Куда валить? За что жить? Как можно бросать все? Ну, если дети, а если двое детей, куда уезжать? Жить в общаге? Поехал в Российскую Федерацию. Читаю, слава богу, дают там по 100 тысяч рублей. Ну, дали тебе 100 тысяч рублей. Еще дали 100 тысяч рублей. И что дальше? Факт в том, что боевые действия будут продолжаться. Цели, которые определил Путину президент России, если говорит, он что-то делает. Не важно, какой там реверансы хитрый маневр совершает, но задачи, которые он ставит, так или иначе решаются. Это однозначно. Особо хитрый маневр, конечно же, они же смогли объяснить. Хитрые маневры. Харьковская область, Херсон, хитрые маневры. Бегите, говорит, валите оттуда. Будет только хуже. Поэтому уезжайте, не стройте иллюзии. А я постараюсь действительно каждый раз делать какие-то отдельные ролики, задумываясь о том, какую информацию в первую очередь нужно предоставлять людям, живущим на подконтрольной хунте территории или за пределами не в России. Потому что жалобы получаю я постоянно, я начинаю постепенно понимать, что с информацией, с доступом к информации в Европе очень и очень... Да, понятно, но теперь это будет получше. Как квартиры в пять раз дешевле покупать. Я понимаю, для чего нужно выключение инфраструктуры. Для того, чтобы додавить власти Украины на переговоры. Что будет на переговорах, ну понятно, что радикальных решений уже никаких не будет. По поводу, мы согласны на вот это вот землями поступиться. Понятно, что уже не будет. Уже дураку понятно. При этом, вот это вот выключение инфраструктуры, которое бьет в первую очередь, и в основную очередь, и во все очереди, конечно же, по обычному мирному населению сопровождается еще и унижениями и оскорблениями со стороны лидеров общественного мнения. Которых надо людям видеть, украинцам, обычным украинцам, нормальным украинцам, вменяемым украинцам. А им там рассказывают, что Украины нет. Украинцев вообще нет. Хохлы, к примеру. Читаю еще одного официально, журналист комсомольской правды. Я не говорю уже про Коца, про которого я уже написал по поводу того, что ты фильтруйся. Нет хохлов. Хохлов нет. Жидов нет. Кацапов нет. Это моя тема на протяжении многих лет. Как можно быть официально журналистом и оскорблять целый народ? А это у него хохлизм и так далее. Вы что, вообще офонарели? Комсомольская правда. Про меня. Вот, решили написать, что проблема в том, что Анатолий никогда не был нашим. Он свой собственный. Да, это оппозиционный украинский блогер, но он никогда не скрывал, что несмотря на всю ненависть к нацистскому киевскому режиму, остается патриотом Украины. Друзья, вот это проблема. Подождите, так никто не говорил вроде, что быть патриотом Украины, это уже тоже взападло. Я не могу понять. То есть, быть сторонником нацистского государства, галтелая русофобия, призывать людей там загонять за их убеждения, это одно. Быть патриотом своей страны, это нормально. И я еще раз повторю, русские, которые принимают предателей, настоящих предателей, которые не против государства, а против страны, которые говорят, хохлов надо там всех перевоспитать. Эти русские принимают тех, кто завтра сдаст их точно так же. Потому что предатель раз, предатель навсегда, раз моряк, всю жизнь моряк. Это вывесил некий журналист комсомольской правды. Вот он же пишет, разговоры о сдаче Херсона не имеют под собой никакого основания. Ни военного, ни политического, ни нравственного. Это паникерство, помноженное на предательство. Те, кто говорят об этом, или скрытые враги, или безответственные болтуны. Надеющиеся, что слово Херсон привлечет публику. Хайп на вопросе сдачи Херсона. Это последнее, что можно придумать, спекулируя на теме СВО. Это он написал не в июне, а 7 ноября. Некто Мордан. Считаем дальше. Ну что ж, Сталинград, ну то есть все, будут обороняться до последнего. Выходит Стримаусов за день до гибели. Знаете, это будет на каком-то этапе удар не просто в спину, а еще один раз удар по людям, которые будут просто-напросто брошены. Мы же заявляем, что русские своих не бросают. Но надеюсь, что город Херсон не оставят. Надеюсь, что город Херсон будет стоять до конца. Нет никаких причин, не может никаких причин быть для оставления Херсона. И вот не о чем тут даже разговаривать. Херсон не должен, не может быть сдан. Тот, кто сдаст Херсон, будет предателем просто. Просто предателем и изменником. Абсолютно с вами согласен, абсолютно согласен. И мы готовы, опять же повторюсь. Вы знаете, самое главное, это последовательность. Если ты заявляешь, что каждый, кто сдаст Херсон, будет предателем, и нет никаких оснований, то ты потом пишешь не вот так вот, Шойгу приказал начать отвод войск из Херсона. А ты пишешь тогда, предатель Шойгу приказал, предатель, который абсолютно без оснований приказал сдать русский город, потому что они считают, что русский город, Херсон, ну будь последователем. Но нет, такой записи не следует. Следует, Шойгу приказал начать отвод. Я говорю, что такое? Так распушать хвост на того, кто является патриотом Украины. Проще, чем квакнуть в сторону тех, кого сам называешь предателем. Я просто не понимаю. Тот, кто сдаст Херсон, будет предателем просто. Просто предателем и изменником. Интереснейшие метаморфозы происходят с этими великолепными пропагандистами. У него же на стене. На сегодняшний день мой прогноз, что наши займут оборону в Херсоне, Украина в Херсон, ВСУ в Херсон не войдет. Это военкор Котинок, а этот журналист комсомольской правды разместил его у себя на стене. Вот это вот еще тоже разместил. Про Снегиревку, из которой российские войска ушли. Два дня их там не было, но два дня забивали баки о том, что там идут сильные, мощные бои. Итак, а Снегиревка это уже Россия? Уже Россия. Это хорошо? Угу. Всегда хотел побывать в России. Очень надеюсь, что мы не обманули маленького Кирилла Снегиревки, что в Николаевской области детей обманывать нельзя. Как вы думаете, сколько раз после этого российский журналист комсомольской правды вспомнил ту самую Снегиревку? Нисколько. Зато пишет он потом, смотрите-ка, на девятом месяце военной операции, «Верить украинским блогерам, с чего бы Шарью симпатизировать России и желать ей победы, равно как и Медведчуку». И далее он там, что нельзя даже с обычными гражданами, которые только даже думают о том, что Украина может быть независимой. Нельзя такого. Только с Медведчуком меня сравнивать не надо. Мне, как Медведчуку, никто не помогал, и меня никто не пытался поменять на 200 человек. А если уж кто-то хочет рассказать про Медведчука, так мог бы упомянуть и его родственника, благодаря которому его поменяли на 200 человек. Но они, конечно, не упомянут. А как же. И так Шарью верить нельзя, и тут же ставить фейк об обстреле Киева, ставить видео, это в тот же день было выложено. Видео, которое было выложено за день до этого. И помимо этого, этот человек, которого абсолютно не жарит, что его могут услышать обычные украинцы. Но он их, правда, считает, я не знаю, животными, по всей видимости. Потому что если для него каждый патриот Украины, своей страны, это является уже чем-то плохим, да? Он говорит, находясь в студии комсомольской правды, следующее. Мне все равно, как они называются, прекрасным арабским словом шахид или прекрасным русским словом герань, лишь бы оно летало и падало на головы хохлов. Это те мирные жители, которые потом без света, воды, канализации. И второе, быдло, рассказывать, что им надо валить, куда валить. Вы знаете, что самое поразительное? Я наблюдаю то, что это не понимают уже даже многие люди, которые являются там, ну, там, некоторые даже генералами российской пропаганды. Да их прогибают, им говорят там, понятно, что есть определенные темники, они работают, они люди служивые. Но я четко вижу, что многие журналисты уже не понимают вообще, что происходит нахрен. Вот это вот записал лично я, да? Потому что я так посмотрел, ого, думаю. Что нам от того, что жилые дома в Киеве без света и воды? Зачем нам это? А жить-то как? Внутовление на гражданской сирене. А жить-то как, понимаете, Жень? Вот ты живешь, у тебя не воды... Мы же с военными боремся, а не с гражданами. Минутку, сейчас, я до конца договорю. Вот, у тебя не воды, не канализации, то есть мы прогнозируем сразу потоки беженцев в сторону западных границ, правильно? Потому что жить-то невозможно. Ни тепла, ни воды, ни канализации, ни света не есть приготовить. Хранить еду негде, возить ее неначем. Мне почему-то кажется, что очень многие журналисты уже не понимают, с кем на самом деле идет война. И почему те люди, которые говорили, что они приходят спасать, почему они начинают загонять, загонять под шконку, унижать, регулярно унижать, желать плохого людям, которые нельзя, весь народ не бывает нацистами. Не может такого быть. Когда мне рассказывали, что все русские такие и такие, я говорил, нет, дифференцируйте, такого не бывает. Я знаю массу русских обычных, хороших людей. И каждая тварь, которая это делает, а это все, вот эта вот мысль об общем направлении, если бы кому-то дали по рукам, за вот такие вот базары, про хохлов, про все остальное. А остальные поджали бы хвосты, но не дают по рукам. Наоборот, как будто бы эта повестка правильная. Они привлекают откровенных ублюдков для работы с украинским населением. И эти ублюдки радуются обстрелам. Что надо иметь в голове для того, чтобы вот именно так выстраивать информационную политику? Есть ли там в голове вообще что-то у тех, кто это выстраивает? Или там исключительно пилилого бюджетов, которые выделяются на вот такую вот работу с украинским населением? Мне кажется, я сказал то, что я хотел сказать. Пока. Всем привет. Одесса на связи. Мы продолжаем работать в гуманитарном плане. На этой неделе мы помогли людям, переселенцам, а также людям с маленькими детками. Сейчас возросла потребность в зимних вещах, а мы запасались с ними, и таким образом у нас есть чем помочь людям. Мы помогаем куртками, свитерами, кофтами, зимней обувью. В общем, все, что есть, то, что мы смогли накопить, всегда рады вам помочь. Если вам вдруг надо, обращайтесь, мы без проблем поможем. Мы приехали на место сбора беженцев, привезли одежду детскую и зимнюю. А вот она, на второй раз он приехал. Не переживай. Я же призываю всех оставаться неравнодушными и помогать тем людям, которые в этом нуждаются. Всем мира и добра. Пока. Доброе утро, Николаев. Люди на этом грузовичке подъехали, дабы помочь нам развести гуманитарную помощь. Бабушки, встречайте, мы выдвигаемся. Получили сегодня вот такой шикарный паёчек. Спасибо большое. Спасибо организаторам за гуманитарную помощь. Спасибо спонсорам за паёк. Всем, кто нам помогает. Спасибо большое. Мы пенсионеры, вам очень благодарны. Якоем вас гуманитарную, так помогу. Спасибо вам за помощь. Очень нам это помогает. Всем хорошего дня. Всё будет, Николаев. Всем привет. На связи Запорожье. В режиме отключения электроэнергии наша команда всё равно собирает и развозит пакеты с гуманитарной помощью для жителей города. На этой неделе наши активисты закупили и пополнили наш склад чаем, картофелем, макаронными изделиями, крупами и томатной пастой. В четырёх районах города получили гуманитарную помощь 80 семей, а это более 200 человек. Среди них 31 семья с детьми. Огромное вам спасибо за вашу помощь, за ваши добрые сердца. Вы помогаете уже не первый раз. Десять деток до года, которым мы передали памперсы. Спасибо огромное. Четверым лежачим больным передали взрослые подгузники. Переселенцам передали тёплое одеяло. Спасибо большое и здоровья вашей команде. Десяти одиноким маломобильным пенсионерам наши ребята привезли гуманитарную помощь прямо домой. Мы продолжаем поддерживать все категории людей, оказавшихся в трудном положении. Снимайте. Спасибо вам. Остаемся на связи. Добрый день. На связи Харьков. И это наш отчёт о проделанной работе за прошедшую неделю. Наша команда продолжила доставлять гуманитарную помощь горожанам. Нам удалось выполнить 39 заявок на 68 человек. Как всегда, это были уязвимые категории наших граждан, пенсионеры, маломобильные, многодетные семьи, а также переселенцы с деоккупированных территорий. Будьте небезразличны, помогайте друг другу. Спасибо всем волонтёрам, спасибо всем организаторам за их труд, за их понимание, что в такое тяжёлое время думают об остальных людях. Спасибо большое за оказанную нам помощь. Большое спасибо всем, что нас не забывают. Ой, огромное спасибо всем за беспокойство, что напомнят, вымогают. Продукты получились? Да, спасибо большое. Гарного дня, на здоровье. Спасибо всем.